Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Канал по щучьему велению И я, Анютка, выбралась Наконец-таки на рыбалку На самую крутую рыбалку Мы ехали 3 часа И еще 3 часа Теперь по тайге будем ехать Впереди вот такая вот Замечательная тайга Скорее всего, что мы будем первооткрывателями Это часа 3-3,5 Ехать Хотела сказать по песку По снегу Ух! Придямо такие предвкушения Айда рыбачит с нами Вот мы там снегоходим Мы сейчас выдвинемся К дальние края Каких-нибудь 2 часа езды На снегоходе И мы на месте Маленький передых Как дорога? Я думал, будет более страшнее и опаснее Оказывается, все ерунда Ричи, как ты? Достаточно было только Встать на лыжню По крайней мере, увидеть путь и вперед И вперед Скоро будем на месте Еще немного Снега немного, поэтому Все хорошо Пухляк небольшой Ты уже сколько? 110 километров на снегоходе? Да, где-то порядка 110 километров проехать Отлично, комфортно Наш друг догоняет Ладно, давайте Наша любимая речка Почти уже Доприезжаем Доприбываем Да, вкус хороший Но подъем довольно-таки крутой Наверное, придется разъединять Волокуши Не вытащим Не заедем Прям промойна какая-то Очень интересная Что это такое? Ну, вообще ничего Но здесь очень Высокий подъем Да, придется Либо сейчас подкапывать Или подлаживать Бревна Да Не заедем Сейчас Стой, сиди тут Ну, одолели этот подъем, конечно Ну, пригрыгать надо Ну, можно, почему нет? Нет, все Отцеплять надо Мне кажется, ребят Маленько сели Другому мешает Вот, пожалуйста заести Скорído Наверное, как Другому мешает Видео Самое Спарался Проверим verte 100 литров 100 килограмм лишнего тормоза так выливай сейчас там уже все равно до хрена ушло выливай его в дурац ну что в сторону пошел делись немножко назад и вперед и все она пойдет должна пойти собака замерзла ты замерзла где собака моя замерзла так пробуем назад все таки 100 килограмм минус сам выехал не послушались меня конечно я боялась я вообще сразу все озвучила как а вы все сделали по-мужски вам же надо знаешь через это там не вот так вот хорошо лопатой полопить только это надо было сделать до того как передвигаться а не а не подвалок ушей но было весело и интересно ладно пошла греть собаку ну что собака ой холодно ему все ребята они там грузятся мы выбираем место палатки но тут уже кто-то решил домик построить тут скорее всего выдра живет вот выбиралась и мха тоже вытянула вон там такая норка мы уже не первый раз так ставим палатку и возле нас кто-то живет кажется мы доехали ой как кажется дорога была тяжелая притяжелая ух какая тяжелая расположились мы шикарном месте давно мечтал здесь тоже палатку поставить мы ее поставили пока конечно все накидью чисто чтоб песику стало тепло расположились уже устаканились чайку попили вот но кто что подумал тот и подумал какая разница обзор такой кайфовая давай юр воды леем а то они сейчас копытятся первая жерлица на сегодняшний день вот товарищи рыбаки сегодня выставили жерлица точнее еще выставляем поймался окунь ждем щуку рыбачим пока мы тут выставляем жерлица сработало один он еще два сработало просто вот с интервалом 3-4 минутки сейчас пойдем проверять ветрище правда обжигающий такой страшный ужас я размотала полушку давай жерчика Дальше пошли. Побежали, побежали, побежали. Просто. Да. Еще. А, запутал. Не офигит. О, первая. Не большая, но спокойная. Я таких не беру. Берешь таких? Шарагань. Не таких. Вот тут было. Так, так, так. Крой, пожалуйста. Попустим. Андрей освободился. Быстрее бежал? О. Чуть не отпустил ее без крючка. Да. 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 Пальцы мои. Ой, жесть. Не могу. Он отцепился от замка. От замка не сломался? Не надо менять. Сломался? Не. Но он нашел отцепляться. Наверное, отцепляться. Так. Выстоишь? Да. Поняла. Что не поймут? А там еще вопрос. На три матка. Так вот. Ну, где-то сантиметров пятьдесят дело еще. На камеру. Не-не, это уже много. Заматывай, заматывай. Еще-еще-еще-еще-еще поднимись за само вверху. Нет, поднимись. Видно же, когда она... Вот она пошла. Вот. Делать. Раз-два-три. 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 Ага. Вот что-то. А это... А это... А это... Вот сюда? Нет. Под катушку. А-а-а. Под пружину. Оп. Так. Отбивай. Да. На смык. Побежали. Еще одна. Так. Маленькая щучка есть. Ну, а здесь тоже борода. Здесь тоже борода. Здесь тоже борода. Тоже под бороду. Так. Неinkle. Неinkle. Так. Осторожно, например. Аollo. Это тоже пая added to sample sounds. Аcı. Эк Zenonfficiency. Я думал никого. Смотрю, просто борода намотана. Класс! Мужики уехали на второе озеро. У меня флажок. Я тут себе наладила снасть, решила маленького кунька половить. Смотрю, что-то щелкнуло. Тут бегает собака, жует. Думаю, может, наверное, она что-то ела. Давайте тут пиу-пиу-пиу, клюй. Посмотрим, что. Вдруг мне повезет. Что-то, ребята, взяло-взяло-взяло. Наверное, щука. Точно щука-щука-щука. Ура! И смотрите, вот, еле-еле зацепилась. О, маленечко. У меня сегодня трофей. Ура! Эх, идет вечер. Своим чередом просверлились, нарывачили, устали все, а я спала. Нарубили дров, напилили, нарубили. А мы с Ричей больше всех устали, да. Спали. Обобрали, обобрали, да. Так вот, чем они занимаются в будни. Я больше всех кричала, что я хочу на рыбалку, а больше всех спала. Чем они занимаются? Побуксовали. Спят! Ага. Вот побуксовали, да. Ну что ж, мандаринки. Мандаринки тоже нам в радость. Давайте за рыбалочку. За рыбалочку, да, за рыбалочку. От тебя знает. Ммм. Вкусно. Вкусно на гранатовом соке. Вечер продолжается. Мы требуем продолжения банкетов. Душа бросит прайвика. Это точно. Ничего себе. Третью раскладушку запихнули в маленькую палатку у ПЭД Берег 2х2. Вот оно утро рыбацкое. Ни свет, ни заря подорвались. И вперед по лункам. Бегать, чистить, пробивать. Все уже в потеле. Но рыбы мы пока еще не видали. Итак, пришли мы на ночной рынок. Рыбный, значиточный. Давайте посмотрим. Что нам тут? Чем тут водяной торгует? Налило все. Снег очень уплотнился. В лунке. Очень, конечно, странно. Сейчас проверили жерлицы. Все. Весь живет мертвый. Очень странно, конечно, это все дело. Озеро не должно гореть, потому что две проходные речки. Ночью была метель. Пусто. Нет рыбы. Не доехала рыба. Доплыла? Нет, она не доехала с рыбка. Бесполезно. А нет, слушай, кто-то есть. Кто-то есть. Налим, наверное. Налим. Присядь. По поклевке налим. Ну, перехвати второй рукой. Снимай в лунку. Не хочет. Налим. Я уже чувствую по этой шкуре. Схватила его? Да, и хороший. Хороший. Может, крючок? Нет, 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 нет. Стой. А ты же, блин. Крепенько. Опять ручка двумя ручками. Дерек Божья. Охо-хо-хо. Да. Налимище. Налимище. Давно таких не было. Ну, кто тут ныл? Я ныл. Рыбы нету. Вон, смотрите, какого только что достала. На рынок сходила. Я вообще в этом месте никогда не думал, что тут налимы будут ловиться. Они в другом месте ловятся. Ага. Вот он. Это мы неправильно выставили. Вот так вот. Красавец. Молодец. С рыбой вас. Да. Хороший налимчик. Килограмм четыре с половиной, да? Да, четверочка. Ну, вот. А рыбы нету. А рыбы нету. Иду и тут такая за флажком. Мужики сказали флажок. Я без очков ничего не вижу. Сейчас будем творчество моё снимать. Ой, ребятки. Мороз. Ветер. Вообще ужас. Так, наверное, казаться я не туда пошла. Где-то они сказали. Тут, а где? Ничего не вижу. В общем, узрела я флажок. Вот хожу поближе. Прям впервые. Майн настоящий. Знаете что? Я взяла, чтобы не тащить кан с водой. Взяла живца. В кармашек и иду налегке. Вот он. Сверхает. Кто тут, интересно, к нам пожаловал? Мы ещё там рядок на 5 жерличек просверлили. Посмотрим, что получится. Ну, странное дело. Сегодня с утра не было ни одного живого живца. Все почему-то дохлые. Мы уже думали озеро сгорело. Тихо. Ложок. Размотка небольшая. Кто-то есть. Окунь, наверное. Окунь, окунь, окунь. Потому что что-то не очень идёт. Окунь. Лопать. Ничего себе, колосавчик. Иди сюда. Так, сейчас попробуем. Нет, не попробуем достать. Он хорошо заглотил жидкость. Живца. Ну, я, как всегда, видите, пальцами всё достаю. Думала, сейчас, может, ещё живца сохраню. Вон, видите, он торчит. Торчит. Ну что, полосатый разбойник. На уху сегодня пойдёшь. Ну, хороший, грамм так 350-400. Так, что ты мне живца отдашь? Ладно, давайте вначале с крючком разберёмся. О! 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 Видали? Я всё добыла. Ну, конечно, он хорошо пожевал. Я что могу сказать? Хорошо пожевал моряка. Ну, пойдёт. Забрасываем. Тут хороший грузик, между прочим. Сейчас. Ой. Напутала. Как паучиха сижу в снастях. О, видите, какой хороший грузик. Он хорошо тут отопится. Кстати, тут место неплохое. Окунёвое. Так. Глубины, можно сказать, нету. Вообще нету. Так. Надо попробовать. Будем пробовать. Снасти сейчас соберём. На окуня. Надо окуня половить. Так. Раз. Два. Почти под самый лёд. Тоже вода упала. Ну что? Ура! Ура! Ой. Ну что, ребят. Сейчас мы посмотрели видео. Вальдемар наругался. Сказал, что я ничего не умею снимать. Ну, наверное, на самом деле получилось. Окуня сняла. Только окуня и сняла. Голова моя непонятно в кадр не вошла. Но зато у меня появился новый шанс. Ещё один флажок. Я только дошла до палатки. Опять через всё озеро надо будет идти. В общем, в этом армии отправил. Пальчиком пригрозил. Сказал, учись. Ну что, пойдём учиться. Очень красивые места. С учётом того, что я года два здесь не была. Ой. Прям вообще. Я очень соскучилась. Вроде размотала. Прям такая петелька. Пью-пью-пью. Большая. Вот такая. С такими глазами. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Опа. И никого. Блин. Украл. Украл наградым образом. Это точно окунь. Резко дёрнул. Украл жерца. Здесь, между прочим, какая-то козырная леска, на которую всегда всё клюёт. Вот я просто не знаю. Ни одна не будет склевать. А эта всегда будет склевать. Почему так, не знаю. Так. Сейчас выставим глубину. Так. Ну, мы выставляем раз, два, три оборота. Тут даже можно четыре попробовать взять. Так. Ну что. Волшебство не сработало. Долго бежало. Рыбалка. Рыбалка. Где вот такое. Ничего себе. Есть. Есть кто-то идёт. Окунь, походу. О, а вот и щука для нашего Ричика. Ричик очень хочет щучку. Вот она и щучка подошла. Сейчас, сейчас, сейчас. Не суетись. Где мои щипцы. А то Анечка уже обижается, что я вчерашнюю щучку выпустил. Так же Ричику перепала бы. Вот. И перепала. Мопс тоже рыбку хочет. Мелкими ломтиками кормим нашего Барбоза. Маленького Алабая. Да? Рич? Щучку кушаешь? Целый деликатес. Чтобы поймать, накормить такой щучкой, нужно было выехать в тайгу. Выставить жерлицу, просадить ломку. Вывовить её. Почистить, нарезать. И вот так вот вкусненько теперь скармливать нашему Моцу. Вкусненько покушать, чтобы так не умеет. Какая щучка, да? Таёжная. Деликатес. Говорит, и никакие мне не нужны там ваши паштеты. Каши. Каши. Вот щука и налим. Куричка? Нет. У рыбы куски дёргают. Ну чё бы смотри, как бы косы. Ну вот так вот и обедаем. Рыбочка Соня как-то на рыбалке поймала много щукарей. Давай, давай Анечка. Ага. Ага. Твой заложочек. Блин. Оставила рыбаков рыбашить. Короче. Думаю, чё тут не клюет. Оказывается пошла проверила, ни одного живца нету. Наловила рыбы. Вот. Пробила всё. Сейчас всё остальное пойду проверять. У меня сейчас волоку шары будет. Зубами перегрызай. Да конечно. У меня зубы миллион стоят. Да. Говоришь сейчас? Глупости. Люди поверят. Ага. Слушай, если веришь, что мы отсюда вот это вот рынка возим, так пока веришь. Ставь нормально. Чтоб по центру аккуратненько. Ну по центру он отсюда. Чтобы будет тебе рынок. Вот так. Близь. Ставь маленько. Ставь маленько. Бульки. Тише, тише. Крючки новые. Крючки новые. Не тупи. Облёт тупится. Аккуратно. Сначала грузик просуну. Аккуратно. Я знаю. Событок рыбачий. Как вы знаете. Против ветра Ставь. Ложок выберет. Размерный. Айм. Хабрис. Чей-то белый бим, черное ухо. По озеру бегает. Рыбой накормили его. Пришел. Глупость. Просит. Дайте пожрать. Видать, хозяева оставили очень мало. Собака услышала, что здесь люди пришла к нам покушать. Пара окуней. Щучку она сперла сама. А двух окуней не дали. Ну вот такой вот песик какой-то прибился. Мы так хорошо расположились. Очень удачно, комфортно. Ветер нам спинку дует. То есть, нормально. Проснулись и быстренько утренний мацион. На утро у нас сегодня кашка. Кашка по два пакетика. Некоторые может даже три сейчас достается. Обязательно масло. Масло. Это у нас утренний рыбацкий завтрак. Быстрый. Быстро. Поели, побежали. Но самый главный рыбак. Это Ричи. Который сидит и ждет. А может, когда мне кусочек перепадет. Чего ж такого вкусненького перепадет-то, Ричи? Ну, сейчас щечку мы нарежем. К нам вчера лиса приходила, ребята. Ой. Короче, днем я ее видела. Она у нас чуть не сперла, можно сказать, наш улов. Это пол-мешочка рыбы. Я прямо у нее доставала. А ночью мы уже так спать легли. Волокушей накрыли все. Она на волокушу скок. Мы тут все как кричать, кричать на нее. Иди отсюда, иди отсюда. В общем, у нас не была очень беспокойная ночь. Первый уже принимает рацион пищевой. Щучка рубленая. Вяленая. Щучка вяленая. Чей пса будешь? Чуть-чуть. Ать. За маму, за папу. Вкусная щучка. У нас наступил новый день. Снежком припорошила все. Снежок такой обильный пошел. Сантиметра 3-4 выпало. Припорошил нам все. Мы с ним уже и с уловом. Тут два варианта. Или окунь размотал. Или же размотал там офигенно. Или на окуня позарилась щука. Ух ты. Ух ты. Друзья. Действительно щука позарилась на окуня. А мы так не спеша. А я-то думал это окунь. Тут посадили окунь. Окунь. Ой-ой-ой-ой-ой. Иди моя родина. Ну-ка покажите, что вы тут таскайте. Случаи бывают разные, говоришь? Да. Случаи. 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 Ага. И не спеша так. Да. Смотри, трешечка. Какая активная. Я тебе скажу. Да. Такая активненькая. И коричненькая. Посмотри какая. Красокая. Красокая. Ну вот наш утренний первый трофей. Лов. На сегодняшний день. Ура. Мы рады. И у Юрки стал сложок. Может тоже окунь это поймал. Вот этот красавчик прибился тут возле нас. Кто-то из рыбаков его видать оставил на сторожевание. А еды не оставил. Вот он такое делает невинное лицо. Типа мол это не я. Так вот что этот товарищ учудил. Расскажу в двух словах. Походу и хозяин его этому не учил. Он научился сам. Поэтому мы наверное будем собираться домой. Что. Поставили жерлица. Он подходит. Жерлицу хватает зубами. Вытаскивает. И оттуда снимает жерлица. Все. И так он уже снял нам 8 жерлиц. Вот он такое делает невинное лицо. Бедное несчастное. Мы верим что он сильно хочет кушать. Мы ему поддавали уже всех своих окуней. Но это слон. Собака огромная. И одними окунечками ее не накормить. Да Бим. Тебе стыдно? Очень стыдно. Ну ничего. Ты голодный. Кушай. А мы уж как нибудь колбасы с дошираком поедим. Вот такой вот бедненький несчастный. Ты Бим? Бим тебя зовут? Или как? Ну ладно. Если кто узнал эту собаку. Напишите в комментарии как зовут этого пса. Хоть в следующий раз будем знать как его величать. Вот такое у нас приключение. Вот. Поснимал он нам 8 жерлиц. Но видать наелся. Пока не трогает. Сейчас мы только вот едем. Он нам остальные опять все поснимает. Подожди не снимай. Леска пойдет. Приехали. Ну ничего страшного. Это тоже случай. Оторвало напрочь. Хвостик даже торчит. Кто как вяжет, кто как вяжет. Жесть. Леска есть, но леска в издушке. Давайте молодой человек. У вас кажется жерлица стоит. Смочная жерлица. Придерживая сразу леску. Кто-то должен быть. Очень-очень-очень сильно хочется. Ловись рыбка большая, прибольшая. Есть. Есть. Налинк тоже еще. Сильный. Сильный. Налинк слабый не бывает. Сопротивляется. Главное по леску. Сейчас идет. Сейчас идет как к себе домой. У тебя леска сколько? Метров сорок? У меня там пятнадцать. Пятнадцать. Я максимум 5-6 метров делаю. Чтоб далеко не убегали. Так, и отличная у нас на подходе. Рядышком. Щука. О, перехватаю. Юр. Не тяни сильный потихонечку. Хорошая щука. Хорошая щука. Горба надо. Хватай ее. Красота. Поздравляю. В сетях. А эта четверочка. О, да она тут еще и в сетях побывала. Да, с сетей вылазила. Сетей шустрая. Вот. Респект. Уставшая. Извините меня. Декабрь на дворе. Вот такая красотка вышла. Поздравляю. В сетях. С сетях побывала. Но та же умная щука. Знает откуда как сваливать. А что теперь моя умерла. В первую очередь. Проверить жерлицу Петровича. Которая. Ох как ее. Намело. Размотала. Сейчас мы. Пока до нее закопаемся. Да. Все вымотала. Так. Сейчас мы. Ну да. Так чуть-чуть. Под замерзла. Опа. 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 Сидит. 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 Скорее всего на лим сидит. На лим сидит. Может. О. О, нет. Щука. Блин. Не залазит. О. Ну. У меня по сравнению с тобой. Да. маленький чурогайчик такой ну тоже но приятный приятный тоже так схватился едва-едва за губу вот такой крокодисик все-таки не пустые проверим да сейчас проверим возможно чуть это где-то сидит а где-то что-то возможно тушить проверяем жерлицу присядь вот поднимаем жерлицу закрутилась горбач такой вот здесь вот такие хорошие водится привет окунь хоть на пустую бах так что продолжаем рыбачить друзья сняли друзья сам процесс вытаскивает этого вот такого лабуха вот такой окунёшек это почти две ладошки вот такой вот красавчик 1 ладошка 2 сантиметров серии откроет даже вот тесняется он говорит такой такой огонь их красавец ну что далеко захватила и мать теперь божья есть тут такие друзья есть жирный уши прям на глазах не успел закопать жирничку не только поставил и начал снежком присыпать и смотри анечка по твою душу походу я только на только прикинь поставил ее начал присыпать снегом у меня прям на глаза ты будешь еще тащить до конца у меня еще там сработка я говорю что искать ее надо там она видно как там сглубе свал нашел вот что два дня просидели морозы такие были на вечер знал бы при соломку постелить пошла пошла и хватило ее короче и там суши еще бы одну же влезли это значит на пасти перекладывать и даже вот на этой же лице очень хорошо видно насколько вот такое такое но все равно приятно вот такое не отпускаем тут собака бездомная брошенная если что как ты успел меня вытащить я же даже не покушала да слушай вот это не нервоз я прям первый раз такое вижу снегом начал просыпать вот она ну приятненько приятненько я долго тут вымерял где бы мне тут просверлить еще пару штучек жерли чик но она психованно так тепло начинается вроде как раз раз два три четыре это мне интересно конечно я только я смешком вот так вот припорошил вот так вот думаю ну все я пошел пил 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 и поклевка ну вот молодец карабины переставляю потому что карабины здесь маленько маленькие а сама по себе он чинем жерлицу которая сегодня оторвала щука оторвало прям от катушки полностью всю сейчас перемотала рванула видать ты сколько 10-15 метров намотал 15-16 метров где-то леска на 35 17 на 88 а это типа как это называется 3d да типа 3d я одну себе такую поставил ну пока еще держится ну не вся она такая на нее ловлю двадцатку выдержит пускай зацепится спела а у нас тихий сауна кто-то спит Рича спит Анечка дремлет печка шуршит нынче три раскладушки в палатке вообще просто шикарно зато как нам бусевно поводочки тоже двадцать килограмм есть разрывная а вот это хороший поводочек 15 сантиметров верну так что производство сия мы поужинали плотно теперь можно позаниматься рыбацкими делами подготовка жарлиц завтрашней рыбалки завтра третий день и он же и завершающий мы едем домой настроение хорошее порыбачили ну ладно фиг не с рыбалкой отдохнули так душевно вообще можно теперь полежать наверху то у нас девушкин код на восемь ручек или на шесть ручек четыре лапки шесть ножек шесть ручек куртки короче и у нас электроосвещение освещение у нас обалденно его хватает нам на месяц вот мы можем спокойно жить месяц в тайге и освещение у нас очень яркое прекрасно если кому нужно я могу рассказать что я для этого сделал у меня все самодельное так сегодня у нас ЧП доброе утро всем с четвертого дня рыбалки отдыха сегодня у нас ЧП тот бим которого мы тут прикормили приручили он поступил нагло он ворвался в наше бытие матье и вот под этого лакуша упер целый мешок щуки оставил только одну самую большую спасибо хоть ему остальную всю упер вот она единственная оставшаяся щука хорошо погрызана короче наш друг лишился всего улова день начинается великолепно хорошо хорошо так так ну а мы потихонечку собираемся пораньше порыбачить и еще и вовремя въехать домой утро у нас доброе дальше пойдем гулять пойдем пойдем посовернемся вот она его тащила 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 и вот она его бросила и тут она наверное его застербанила вот он мешок все что зъила то зъила а что не зъила то пидноткусывала так вот до моих желез ты где тащила вот мешок я нашел так ну что одну часть я нашел от палатки очень далеко палатка где-то там она покажи вон она дыромаху прогрызла вон две щучки она тебе оставила и пару кушок ну чтоб ты домой с пустыми руками три окуня чтоб супруга да начальник не подумали плохого что ты тут рыбачил или еще что слушай ну как она могла вытащить канистра то наверху стояла ну что она она же видела что мы за веревочки таскали эти волокушек она за зубками засыпанул а что там нет там волокушек не сдвинуть там бревно лежит вид смотри тут дыра какая нет это дыра это если под дыру она залезла нет не залезла батарея она твоим наладковым нет наша не достала дай отстаньте у меня бы железо упало если бы что-то у меня канистра не упала как могла она вытащить что канистра на месте осталась а ну сюда прийти а там нет все нормально у меня то видно что выволок тут волокушек вот это бы загремела бы железка канистра то ладно ну в общем канистра стояла на месте ты представил она же неровная щука как она могла волокти ее что она так что тут ржут мужики у нас тут горе горе радостное будем заливать сейчас радостное а ты просто не следопыт ты не дошел до конца вот пять он сожрал не меньше ну ладно ну сколько ты вчера бегал-то пожариться так-то одну вторую ну считай ну ладно шесть четвертых он спер главное большая вначале да он потерял он бы ее первую сожрал бы наверное я тут держу на готове Юра Юра горе 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 жальник накаркал тут напиться надо как тут как тут не напьешься звонок другу нет звонок жене звонок жене дорогая я задерживаюсь ага давайте и тут она прифигеет каждая эфига себе а ты еще таким грузинским голосом Дарадая привет а сколько время сколько примерно ну начало 9-го или уже или уже ну так уже да мысль ошкарить городая провеет начальника на проводе ну сейчас пока рассмотрит цифры там цифры все незнакомые он уже скинула по моему а слышишь алё ты спишь что ли молодец начальника во вторую ну это самое я сегодня приеду я же должен был вчера приехать сегодня приеду начальнику позвонил все нормально теперь тебе звоню как второму начальнику самому главному звоним мы через спутниково это самое видишь а там телефон долго не могу я разговаривать деньги капают мы капаем все давай пока все нормально все нормально и рыбалка начинается с первой жерлицы неизвестно кто тут есть такой мороз может и никого и не быть вроде потепление должно быть по потеплением учета и не пахнет солнышко есть морозец есть что-то такое налим есть вот такого налимчика я поймал сегодня да покажись небольшой но очень хороший где-то килограмма два с половиной а я не захотела со мной ехать проверять ну и ладно так что какой-то он странный горб у него какой-то на голове прям как у меня так отлично сейчас еще проверяем может еще было и 5 также жерлица и опять в том же месте попробуем посмотреть размотала кто же тут такой хитрый спер жевца хорошего жевца спер хорошая рабочая лунка хорошо нашлась вот рыбы стал отлично я подъезжал к одному а у нас еще есть тут отлично вот это да вот это будет друзья борьба кто кого главное нежно не торопясь я бы так сказал тут лесочка тоненькая поэтому шибкая рвать не буду подводим ну что красавица как ни конца не краю трофеечек трофеище ну по крайней мере за эти дни это четверочка смело красавица красиво зашла красиво поборолась друзья самые непередаваемые ощущения адреналин это когда ты тащишь а тебя обратно затаскивает а я тут не хотел ставить красавицу покажу черпак почти два черпака милая щучка ночные монстры все здесь я тебя прикроют ветра не жир лично ты мне еще туда может и тогда сгоняйся дырена по озеру там поменяю на окунёх пробьешь там окуня пруд окуня пруд соответственно и жерлица беленькую сбивает а вот окуня поставишь и уже все уже не собьют ничтоси такая же вот это друзья драйв вот это драйв вот это драйв вот как Подбивай края, сейчас леску обрежешь. Еще высоко. Ну растяни ее. Сейчас я ее достану. Проходи. Твою мать. За шею там я уколол. Ей даже нифига, друзья. Ну, не лезет. Твою мать. Тихо. Уколол. Да я не так захватил. Да, да, да. Придется сейчас. Да, я ее. Да вроде бы и небольшая. А какая. Красавец. И вот она так взялась. Нежнейшая. Блин, а такое ощущение, как будто там десятка. Не лезет и все. Вот это напугало. Такая шустренькая. Вот такая, друзья. Чуть поменьше, чем утром. Но на той же лунке. Хороша. Блин, драйв какой, а. Вот это. Да, она, видать, чуть-чуть бочком. Потому что, видишь, не пряменько идет, а за усть. Какой щука. Какой щука. Какой. Такие морозы. Морозы давят. А мы крепчаем. Раз. Два. Три. Три. Да. Прямо там вот. А лунки здесь у нас все. Ха-ха. Десяточка. Здесь есть что-то посерьезнее. Давай. Отдавай. Драгоценная щука. Вон клик может быть, ты нашел. Нашел в руку. Тогда давай. Погубиться он не проходит. Он не проходит. перехватывай там рука запасть на пасть руку засовывать за нижнюю челюсть нет в пасть Юр засовывай руку в пасть и не бойся никто тебя там не откусит и пытайся вытаскивать тут-дым-сюдым-тудым-сюдым никак? вообще никак тогда надо придется раздалбливать расширять вымку надо да убирай крючок он еще козел мне за пальцы схватил да там ерунда крючок снимай и ее спускай обратно может далеко не надо его отпускать да нет никуда он не денется давай подержу конец расширяй аккуратно вижу добычу но не могу взять аккуратно веревку руку надень хотя бы на кисть и туда так она сейчас должна пройти пробуй ну что тянет меня руку тянет вообще ну пробуй пробуй давай и сразу за челюсть я понимаю но ты его не так цепляешь хороший для такой лунки это гигант для лунки 10 это гигант вот это гигант ooky какая бабочка красивый шикарный хороший налим поздравляю с налимом unprecedented более менее четко видно так мы собрались там бобик сидит бим черного уха волокуша наша собрана и собрана Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, а за подписку я обняла. Экстрема у нее домой, если фильм выйдет, значит мы домой добрались. Так, доехали мы до озера, а оно провалилось. Надо бы круговую тогда ехать. Там если лапотника только нарубать. Я бы лучше, знаешь, побольше этих самых... Веток лапотника нарубать и вот тут накидать. Прям... Ты можешь провалиться, ты должен этим... Ну да, вот оттуда, от берега. Не подходи туда, Ань. Не подходи. Это не глубоко. Да оно как бы не глубоко, по колено. Но лыжня может попасть под этот лед. Поэтому лапотник нужно стелить туда, под тот лед. И вот здесь вот дырки. Оно все такое. Ну что, Речи, ждем. У нас... Мы подъехали к волшебной реке, очень коварной. Вот. Коварная речка вот такая вот. Провалилась. Надо будет, сейчас сделаем настил. Вот. Тут мы уже смерили глубину. Глубина-то не сильно большая. Вот. Вот тут. Лед провалился буквально за эту вот теперь. Там он тоже... Ну, вот оно немного. Ну, сейчас. Газу, 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 газу! Газу! Раскочил. Ну, сейчас подправим. Так, один прошел. Теперь второй. Все, проезжай, Юр, вперед. Я сейчас поднимусь, Анечку подберу. 12 часов ночи, 5 часов ковыряемся. Но это хорошо. Экстрим продолжается. Дорога до мулафь. Еще и лобовик сломал. Надо мастера. Ну что, 12 часов ночи. И мы уже доехали до базы. До базы. Пока только одна треть пути. Как ты ехал, герой? Даже не замерз. Не замерз, ну, конечно, в таком спальнике. Комфортно. Да, супер. Все заснеженные, все заснеженные. И со счастливые, эмоции. Вообще. Две рыбешки поймали. И счастливые. Ну, счастье вообще. Я в рыбе делась. Фиг знает где. Сколько мы наржались. В общем, на этом еще дорога не заканчивается. Анечка, конечно, хорошо. Она сейчас поедет на машине. Ну, если бы не собачка, я бы поехала с тобой. Ты думаешь, я бы тебя оставила? А у меня снегоход тарабанит еще 100 километров. Уху. Красота? Красота. Маньяк с рыбалки едет. Кое-как догнали. 120 шпарили. А, едет, едет. Да, еще мальчишки. Тут-то ладно, хотя бы дорога чищенная. А там такие переметы будут. Целяк, пухляк. В общем, еще километров 70, да, Юрыма? Ну, в общем-то, 40, да. Ну, 40 там такой страшной дороги. Это вообще. И в одинокого. Ну, ладно, мальчик, давай, едь. Удачи тебе. Умничка. Ну, вот тут наши пути разъединяются. Чистили. Ой, все, сейчас я тут. Ну, как оно? Что, выйдем? Ну, давай, выйдем. Я-то сидеть буду. Шапку.